Если вы хотите выгодно совершать покупки в Warzone, можете как и я приобретать кодпоинты и наборы гораздо дешевле, чем в игре. Причем для любого региона и любой платформы, без каких-либо ограничений и банов. Вы можете взять любое количество кодпоинтов за один раз. Магазин проверенный и в их дискорде и телеграм-канале есть множество положительных отзывов. А еще там часто проходят скидки и есть очень крутая фишка – бонусы за приглашенных друзей. Рекомендую перейти по ссылке в описании, если хотите иметь доступ к дешевому и быстрому донату. Ну или скупить весь магазин. Ну что, ребят, всем привет! Снова я, снова видос по колде Warzone. И у меня для вас отличная новость. Сегодня наконец-то вышел новый сезон. Патч весит всего 20 гигабайт и на самом деле он вот насколько весит, настолько они игру и обновили. Однако есть очень-очень интересные моменты. Кстати, патч, если у вас нет мультиплеера, насколько я понял, будет весить вообще гигов 12. Так что большая часть того, что нужно было загрузить, по-видимому, уже находится у вас на компуктерах. Итак, как обычно, нам завозят пушки, новые режимы и прочее, 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 прочее. Прямо сейчас на фоне вы видите геймплей с нового режима. Новый режим называется Остров Хеллспаун. И по сути из себя он представляет отличное место для прокачки пушек. У вас бесконечные жизни, вы можете зарегаться соло, у вас всегда есть свой комплект. Вы падаете и можете убивать как людей, так и убивать мобиков. Там постоянно бегают какие-то зомбаки, которые очень сильно агрятся, если вы набиваете киллстрики. То есть, когда вы делаете много фрагов, эти зомби начинают активнее спавниться и бежать в вашу сторону. Помимо всего прочего, если вы будете набивать стрики, вас сначала пометят на карте, вы будете в виде значка отображаться. Потом вас вообще станет видно сквозь стены. В моем обзоре патча, точнее не патча, а дорожной карты, я предполагал, что этот режим будет каким-то крутым режимом, где люди будут набивать какие-то жесткие рекорды по киллам. Но нет, по сути это, ребята, ну что-то среднее между добычей и сдерживанием. То есть, вы как бы можете бегать, постоянно что-то делать. У вас полтора часа катка, полтора. Там есть место, куда вы можете просто прийти, встать и уйти пописать. Это все, что вы должны знать про этот режим. Единственный минус, в моем понимании, это визуалка. Он пиздец какой темный, там нихрена не видно. Однако, однако, все-таки там можно фаниться. Если, конечно, вы не норовитесь на дурачков, которые бегают, например, и кемпят какие-нибудь, не знаю, лестницы с двойным дробовиком. Это прям ужас. Новый сезон, как вы понимаете, это новые пушки. В начале сезона нам добавили ТГ, ЛВС. Это у нас, получается, на основе кастова пулемет. Типа пулемет-калаш наш какой-то новый. Ну, имеется в виду российский. Вот. Разработчик говорит, что это пулемет для того, чтобы стрелять от бедра. Ну, имеется в виду в тактической стойке. И с ним будет несколько уникальных модулей. Это рукоятка, которая очень сильно бафает мувмент. И очень сильно бафает тот же самый, ту же самую тактическую стойку. Помимо этого, будет два дульника, один глушак и один компенсатор. Если честно, я не понял прикола этого пулемета. Я его, конечно, еще не докачал. Я его сегодня докачаю. Завтра еще раз попробую. Но даже на этом острове, вот эта вот адская срачка, там невозможно никого убивать. То есть ты как бы должен использовать его вместо ППшки. А вместо ППшки он не тянет. Обычный статик его спокойно перестреливает. Чего не скажешь, ребята, про вторую пушку. Это, по сути, Раал боевая винтовка. Это все, что должны понимать. Эта штука выглядит как Раал и стреляет патронами, мне кажется, ну, вот такими. Примерно вот такими. Там вот такой магазин на 40 патронов. И, если честно, вот это действительно крутая пушка. Я не знаю почему, но у этой пушки вообще нет отдачи. У нее очень быстрая пулька. Можно не ставить прицел. И поэтому, мне кажется, это станет метой. Особенно, если мы учтем нерфы автоматических винтовок. О которых я расскажу чуть попозже. Все, что я могу сказать. Вы прямо сейчас видите геймплей этой пушки. И он, типа, ну, прикольный. Она круто наваливает. Она быстро стреляет. У нее нет отдачи. У нее быстрая пулька. Можно играть без прицела. Ну, имеется в виду, не целясь, а без модуля на прицел. Потому что мушка отличная. Ну, и, в принципе, у нее все отличные, как бы, ну, не знаю. У нее все плюсы боевой винтовки. И никаких особых минусов. В отличие от того же, не знаю, какого-нибудь СО-диверсанта. Дальше, ребята, у нас, конечно, идут вот эти как раз новые модули. Есть проблемы с этими новыми модулями. Насколько я понял, надульники будут доступны для всех пушек. Однако, рукоятка доступна только для одного этого пулемета. Не знаю, зачем так сделали. Потому что, если бы эти модули были доступны для всех остальных пушек, было бы прикольнее. Ну, то есть, мы бы нашли какую-нибудь другую мету. Может, нашли бы какой-нибудь другой пулемет. Или другую какую-нибудь АР-ку, которую можно собрать от бедра, чтобы она прям так жестко наваливала. Дальше у нас идут новые конверсии. В предыдущих видосах я говорил, что первые три конверсии, которые будут, это будет конверсия на Ката Эмар. Конверсия на МХ Гвардиан. И конверсия еще будет на вот это вот антидроновое ружо. Которое, очевидно, будет говном. Однако, однако, новая конверсия на Ката Эмар стреляет, по сути, фугасными ракетами. Как мне рассказывали зрители, я, к сожалению, еще не открыл. Мне остался один квестик. Завтра все буду тестить, поэтому приходите на стрим. Вот. Как мне сказали зрители, эта штука ваншотит в любую часть тела. Насколько я понимаю, сложность будет только в том, чтобы попасть. Потому что, ну, очевидно, пулька будет лететь очень-очень медленно. Потому что не пулька, а это ракета. Так что, будем, как говорится, посмотреть. Как обычно, изменили наземный лут. То есть, если вы сейчас зайдете на тот же Урзыкстан, у вас будут актуальные пушки. У вас будут новые пушки, в том числе, выпадать. Например, я, когда заходил первую каточку поиграть в этот самый Урзыкстан, мне сразу с нычки, с закладки выпала новая боевая винтовка. Сборка там, конечно, говнище. Там прицел уродский. Однако, ну, как вы понимаете, прокачать ее можно будет, даже если у вас ее сразу нет. Из каких-то таких балансных изменений нужно понимать сейчас, что за квест с захватом данных больше не дают карточку бункера. Я не знаю, зачем это было сделано. Бункеров на карте и так достаточно. А если вы найдете карточку, даже если вы придете в уже открытый бункер, там карточкой можно открыть отдельную закрытую дверь. То есть, как бы, ну, вроде на всех хватало. Зачем это все нерфить, я не понимаю. Зачем убивать фан? Ну, разработчик частенько так делает. Он такой, слишком много развлекается, слишком им весело играет. Давайте у них что-нибудь заберем. Дальше у нас. Из важных нерфов, ребята, у СТГ порезали урон в живот и верхние конечности. Что это означает? Означает, что это, скорее всего, что СТГ больше метой не будет. Так как было очень круто, что он убивал на дистанцию в 40 метров за 700 миллисекунд, когда вы стреляли по бочине. Ну, чтобы вы понимали, человек боком к вам бежит, вы попадаете ему часто по рукам. Раньше урон был нормальным, теперь урон будет значительно снижен. Также зарезали дистанцию. Чтобы вы понимали, теперь первая дистанция у СТГ в районе 26 метров была 40 с лишним. Это все, что вы должны понимать о нерфе СТГ. Я думаю, что новая все-таки боевая винтовка залетит в мету вместо СТГшки. Плюсов у него очень много, а урон огромный. Поэтому, в первую очередь, открывайте новую боевую винтовку. Дальше пистолеты-пулеметы. То есть, все, что касается меты, пистолеты-пулеметы, по сути, не тронули. То есть, если мы говорим про страйкер обычный, про статик, эти пулеметы вообще не тронули. Они бафнули немножечко HRM, бафнули немножечко AMR9 и бафнули немножечко RAM9. Как-нибудь это влияет на мету? Скорее всего, нет. То есть, самое близкое к мете по соотношению ТТК к мувменту, самый близкий, это RAM9. Но, блин, у него дистанция не то чтобы очень большая. Поэтому я не думаю, что люди сменят страйкер или статик на эти самые пистолеты-пулеметы. Еще у нас есть интересный момент. Разработчик заявил, что античит-рикошет должен будет быть удален. Должен будет. Короче, скорее всего, в течение этого сезона античит-рикошет нас покинет. Вместо него придет античит-изи античит. Люди, конечно, которые играют в Apex, скажут, что, блин, в Apex и так много читеров, хотя там изи античит. На что я могу это парировать фортнайтом? Не знаю, как получилось у фортнайта. Может быть, дело все в не настолько дырявом, как Source-движке у Unreal Engine 5. И, возможно, из-за этого. То есть, возможно, из-за этого. То есть, в фортнайте читеров значительно меньше, чем в любом другом бесплатном батл-рояле. Там люди проводят турниры за бабки. То есть, там в течение недели по 3-4 турнира проходят, и там везде бабки разыгрывают. И читеров вы там в каком-то большом количестве никогда не увидите. Какие-то залетные иногда бывают, но их тут же банят. Так что новый античит, он вряд ли сделает что-то хуже. Однако, отсутствие рикошета, оно сделает следующее. Оно избавит нас всех от шадоубанов. Многие люди, я знаю, что это не прям огромное большинство, не прям огромная какая-то цифра, но действительно многие люди, которые только заходят поиграть в игру, сталкиваются с тем, что они не могут этого сделать. Кто-то регат аккаунт заходит и получает шадоубан еще до того, как зашел в игру. Имеется в виду до того, как даже зарегал первую катку. Кто-то получает шб в течение нескольких каток. И это вызывает вопросики, потому что, а как люди вообще играть-то должны? И, как вы понимаете, рикошет они собрались удалить. То есть они признали тот факт, что рикошет оказался говном полнейшим, и им придется тратить бабки на античит. Я очень рад, если честно, потому что, ну, вот эта тема с шадоубанами, она меня, конечно, не касается, но люди на постоянной основе заходят и гундосят. Мол, типа, я зашел поиграть, там, играю 88 лет, сделал 14 фрагов и в мэр. Мне дали шадоубан на 7 дней. Саня, что делать? А я что скажу? Ну, типа, терпеть! Больше ты ничего особо и не сделаешь с этим. В итоге, натерпели, и этот самый античит удалят. На этом, ребята, по большому счету, все. Больше никаких важных изменений-то и не было. То есть все остальное практически, это либо контент, который выйдет в течение месяца, и самое важное после того, что я вам рассказал, это релиз новой Call of Duty в конце октября. Такие дела, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки, приходите на стримы. Завтра будем тестить новую АР-ку, новый пулемет, будем тестить новую конверсию. Все это будет на дневном стриме. Приходите! А, ну еще на телегу подписывайтесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok